Следующий тип линейных ускорителей – это ускорители коллективные. Первоначальная идея коллективных методов ускорения была предложена сразу несколькими учеными. Один из советских ученых, наиболее известных, предложивших такие методы – это Векслер, Буткер в Новосибирском институте, это Файнберг в Харькове. И в чем была идея, и почему вдруг возникло желание использовать какие-то другие способы ускорения частиц, когда уже на тот момент были известны все основные современные типы ускорителей. К сожалению, во всех остальных типах ускорителей напряженность электрического поля, используемая для ускорения частиц, она ограничена высокочастотным пробоем высокочастотных резонансных. И максимальная напряженность электрического поля на металлических поверхностях в настоящее время достигнута на уровне от 100 до 200 мВт на метр. И это определяет максимально достижимый темп ускорения. Если электрические поля создавать в некоторой среде, например, использовать поле электронного пучка или поля, возникающие при разделении зарядов плазмы, то темп ускорения можно поднимать практически неограниченно с технической точки зрения до пробоя самого вакуума, до порога образования электрон-позитронных пар в вакууме. Соответственно, первые ускорители начали развиваться сразу после строительства синхрофазотрона. И академик Векслер, под руководством которого синхрофазотрон был построен, был уверен, что это последний большой ускоритель, работающий на принципы ускорения высокочастотным электрическим полям, и что это направление развития тупиковое, и только коллективные методы способны дать новый скачок по энергии заряженных частиц. С точки зрения перспектив развития самих циклических ускорителей Векслер ошибся, и яркое тому подтверждение, например, большой адронный коллайдер, который ускоряет частицы до энергии 7 триллионов электрон-вольт. А с точки зрения развития коллективных методов ускорения под руководством Векслера такая работа была начата в нашем институте в начале 60-х годов, и больше 30 лет проводились работы по созданию так называемого коллективного ускорителя тяжелых ионов. В принципе, его действие должно было бы быть таким, в индукционном линейном ускорителе ускоряется пучок электронов, дальше этот пучок в магнитном поле сворачивается в кольцо, быстро вращающееся. Это кольцо выталкивается из магнитного поля, оно нагружается тяжелыми ионами, и в следующем индукционном ускорителе ускоряется до достаточно больших энергий. Скорости электронов и ионов в этом случае будут равны электронного кольца ионов, и в отношении масс энергии ионов будет больше, чем энергии электронов. Отношение массы тяжелого иона к массе электрона – это несколько сотен тысяч, поэтому можно было на коротком расстоянии, на короткой длине ускорителя рассчитывать получить пучки с энергией, намного превосходящей энергию синхрофазотрона. Эти работы проводились под руководством такого известного советского ученого, как Владислав Саранцев. В память о нем в настоящее время в России проводится один из регулярных ускорительных семинаров по проблемам ускорителей заряженных частиц. Он проводится раз в два года. Через год относительно Всероссийского совещания по ускорителям заряженных частиц. Организатором этого мероприятия традиционно является наш институт. Редактор субтитров А.Семкин